Если в двух словах не 10 минут, то давайте пройдемся. Здесь есть несколько совершенно замечательных, уникальных объектов, которые принадлежат, как говорится, истории трех государств. Это Османская империя, Турция, Румыния, Молдавия, Средневековая и, собственно, Узраина. Потому что памятник не просто национального значения, а междунациональный. И вот одно из таких, собственно, набросок этого микса. Можно наблюдать вот на этом пятачке. Вы видите остатки мечети. Это крупнейшая историческая мечеть на территории современной Украины. 400 квадратных метров. 20 на 20 метров, вы видите, она полностью раскопана. Ее надо сейчас брать на реставрацию. То есть вот эти вот вкладки брать на раствор, на цемент. При этой мечети был похоронен в 1588 году хан Крымский, хан Ислам Гиреев II. Он лежит где-то здесь. Вот здесь умер во время похода. Это для татар очень важное в этом смысле место. Эту мечеть основал Боизет II. И он же построил весь внешний периметр стен. В Османской империи, в Турции, нынешней, вы не встретите больше сооружения, которые связаны с этим деятелем. Туркин это молится. И Боизет здесь заложил эту мечеть как символ того, что тут будет самое важное, самое серьезное, такой показатель форпост, что ли, этого самого присутствия османов. Ну, а непосредственно вот в центральной части видны остатки церкви 15 века. Это была центральная церковь, при которой было обнаружено порядка 40 погребений, в том числе и золотыми украшениями с западной стороны. Это самое сердце по существу исторического хермана, вот в этой части. И это будет одна из точек, которые надо будет приводить в порядок, потому что сейчас, к сожалению, с 2017 года, ну, тут и надо выравнивать эту траву, и сделать красивый экспозиционный момент, такой вот, мощный. Это здание существовало до 1838 года. В 1832-м это здание, эту крепость, сняли с баланса. Она была на балансе Министерства обороны, выражаясь современным языком, Российской империи. Ее сняли с баланса. Здесь было большое количество разных построек, и 18-го века, в том числе и эта мечеть. И местные крестьяне, горожане начали разбирать это все на камне. Вот вы видите, в частности, в стене от пустоты. Это выламывали балки. Здесь хороший дуб. И, в общем-то, за какие-то несчастные, ну, грубо говоря, 30-40 лет очень много было здесь снесено, остались в основном капитальные стены. И здесь был даже мост. Мы проходили, это один из элементов возможной будущей деставрации, установить мост. Это не так дорого, по прикидкам, не так сложно сделать. Потому что та насадь, которая есть, она, в общем-то, была позднее. Это самое сердце крепости, так называемый Малый двор. Это цитадель, которую выстроил Александр Добрый, один из основоположников средневеково-молдавского государства в 1410-х годах. Этот замок строили профессионалы средневековой фортификации. И расчет был на то, чтобы две тыльные башни, которые на нас смотрят, они носили бы такой хозяйственный, скажем так, принцип. Ну, например, вот в левой башне ни одного окна нет, например. Она была такая, значит, связанная с комплексными. А вот в дальних башнях находилась артиллерия. По тем временам, для 1410-х годов, очень дорогая штука, как ядерное оружие сегодня. Выстрел, например, из одной из бомбард, которая находилась внутри, а там было четыре бомбарды, стоил как один небольшой городок со всем его населением. Потому что очень дорого отливать, порох и все такое. И эти четыре бомбарды не стреляли, конечно, с утра до вечера. Они просто показывали всем остальным, насколько это важный город. И это был такой хаб на восточноевропейском пространстве с населением, которое сравнивалось по тем временам с населением Кёльна или Парижа. И тут была своя армия, тут были свои финансы. У них был свой, ну, даже где-то, можно сказать, налоговая система и внешнеполитическая линия. И с этим городом считались на международном уровне страны довольно, так сказать, серьезных, от Венеции до Османской империи. И недаром вот воезет сюда пришел захватывать его лично штурмом. По легенде, кстати говоря, которая нам досталась с 17 века, в это время здесь присутствовал Христофор Колумб. Это очень интересная фишка. Просил деньги на открытие Америки. А тут ему сказал, слушай... Это у нас просили деньги. Меня интересует. Он говорит, меня интересует Акерман и Меркомедина. Это очень компактная и профессиональная работа, вот то, что вы здесь видите по сетадели. На втором этаже храм. Для того, чтобы... Территория 21-21 метр, поэтому храм должен быть на втором этаже. Здесь находилось два здания. Вот штрабы от этих мы видим. Вот это запасной выход, вон он замурован сейчас, на Лиман. То есть в оборонной идее этого замка давался последний шанс на вступление, если ты хочешь отсюда сбежать. Соответственно, вход в цитадель находился вон на 5.40, поднятый. То есть мы сейчас зашли сами, это не означало, что мы бы захватили цитадель. Все башни оставались в автономном режиме обороны. Здесь был дворец. Дворец без дара коменданта крепости. И вы видите большое окно, это был большой банкетный зал на втором этаже. И для него, для этого феодала был отдельный вход. Мы зашли через официальный для всех товарищей. А вот для него был вход отсюда. Сейчас он застроен, он существует, мы его размуруем, будет отдельный экскурсионный маршрут. Это погреб турецкий, он поздний. И таким образом, вот в этой части находилось жилище феодала, с двумя такими вот этими пеликадными улицами. И там была цистерна, она есть, где вон Александр спускается. С крыши запущена в стенах вода, и наливным способом цистерна на 6000 литров наполнялась. Труба до сих пор есть, просто левая башня уничтожена. То есть это автономный режим и очень хорошо продуманный комплекс, так сказать, у меня не обороны существования. Это для тех, кто знает сертификацию, среди вековья, конечно, из Европы даже. Это объект, если не мирового, то очень сильно европейского уровня. И он сохранился, что прекрасно, в целом есть комплекс, в нетронутом виде. У нас три таких крепости из Европы, такой сохранности и такой датировки, 15 век. Это московский Кремль, но он и попозже сделан, чем наша крепость. Это у них 1490 год, а у нас 10-го уже по 55-й закончено. И это СМИ-дерево в Сербии, СМИ-дерево тоже в 1450-е годы. Все, других такого комплексного есть в Европе и в этом отношении, ну, конечно, уникально. Так что... Это башня, которая осталась, несмотря на осаду Байзета, она была выстроена таким паном Станчелом, который был министром финансов средневековой Молдавии. Одной из серьезнейших доверенных лиц, прошу прощения, средневековых господари Молдавии. И он оставался таковым на протяжении многих-многих лет. И вот здесь у него был свой, ну, грубо говоря, своя зона ответственности. Настолько серьезно относились средневековые правители к этому объекту, потому что здесь были... А, да, не почитай. У нас смотровую площадку, не почитай подняться? Ну, пожалуйста, как и сказали. Там очень красивый вид. Я просто не знаю, как вы располагаете время. Прямо 10-15. Под этой цитаделью... Это при этом центр города Антихиателия, да? Самое красивое место. Это храм. Мы с ученым зрителям, что, в общем-то, его инициативе просканировали здесь 6 тысяч метров квадратных, для радарное сканирование. И мы знаем некоторые нюансы, которых неизвестно, потому что здесь у меня не были раскопки. Вот тут огромное сооружение, 15 на 15 метров, которое... Которым идет центральная улица Античной Тиры. Античная Тиры – это город древнегреческий, но потом здесь находился римский гарнизон. Он просуществовал примерно с 5-го века до н.э. до 4-й нашей. Четвертый по размерам город древних греков и римлян в северной Печерномовье. Два в Крыму и два здесь у нас сейчас. Ольве Тиры. Это злополучная северная стена. Вы видите отковы, таз, который работал предыдущий ополсовет, потому что эта стена имела... Сейчас уже, слава богу, стоят уже. Они ее зафиксировали, там контрфорсик. Думаю, может быть, да, они для себя будут видны. Система бетонных контрфорсов, она была в 15-м году приложена, и слава богу, в прошлом году основа сделана, и вот это была большая проблема. И она на сегодняшний день там устойчива, да? Да, потому что там устойчива. Она, слава богу, уже не сделает проблем. Здесь была древняя гавань. Это портовая часть. Так. Вот в этой части располагался весь собственный город. Вон, как мы видим, кресты. Это церковь Иоанна Нового, Иоанна Крестителя, 1480 года постройки. Одна из старейших действующих церквей, сохранившихся в своих стенах. А вот это руины античной тиры. Причем вы видите, как оборонительную башню, так и квадратное здание – это здание римской вексиляции. То есть вексиляция – это, по-нашему, военкомат, где находился римский гарнизон. И, в общем-то, ров. Вот это надо расчищать. Это отвалы 60-80-х годов с расхода тира. Это небрежное отношение, конечно, к объекту. Сюда загонять надо техник. Но вот это суда на коммуслирование бетонных контрфорсов. Ну, собственно, вот целый целый. Это так называемый первый причал. Он 1850-х, конца 50-х годов постройки. И он сейчас немножечко в таком запущенном состоянии. Но в целом он 19-х годов. Это причал РАКИТ. Российское общество бараховской торговли, аналог ЧНП. А древний находился вот в 2000-х. Это самое глубокое место, конечно, на Лене. А вот, что это уже не было. А это надо спросить у меня с метрости. Здесь были военные бани в советские времена. А, это? Площадка. А это сделали спортивное сооружение? Ну, это же территория памятника. Что городская территория? Городская или крепость? Нет, это городская. Понятно. Территория города. Вот этот вот раскоп внутри. Вот эта вот часть центральной улицы, собственно, которая тоже будет экспозиционно объявшим. И в античное время границы проходили. Вон, оборонительная стена, мы видим, уходит под фабрику. Это римский период. Отсюда она шла к воротам нынешним килийским. Килийские ворота совпадают с античными воротами. Там, где находился въезд в античную территорию. И далее шла стена в ту сторону. Там она раскопана нами. А здесь был самый центр. Здесь был храм, который был и казной города. А вот в этой части раскоп, мы видим, его надо привести в порядок. Был найден один очень богатый римский дом. 60 квадратных метров с золотом. А где что раскопали? Это археологи раскапывали Савельев. Олег Савельев, он сейчас начальник белгратирской экспедиции здесь. Он, собственно, античник. Но этот раскоп, он стоит уже лет 15 в таком виде. Его надо доводить до ума. Мы, во всяком случае, его просканировали. И мы знаем теперь не тыкать, мыкать, как говорится. А мы знаем, куда продолжается секция этого дома дальше, чтобы не делать лишнюю работу. Но он очень перспективный. Один из богатых домов. Но это как Дерибасовская. Грубо говоря, в квартале Дерибасовской он находился. По нашим меркам. Дерибасовская. 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 И в целом он был внесен в реестр национального предстояния еще украинского СССР в 1963 году. То есть, у него статус памятник национального значения. И Украина современно подтвердила эту категорию его статуса. Но получается так, что тут археология, это, собственно, грунт. И история архитектуры, собственно, поверхность, которую мы наблюдаем. Сам объект. Ну, в реестре памятников он значится в комплексе. Памятник археологии и истории архитектуры. Белгород, средневековье и античное тело. Это звучит вот очень длинно. В перспективе, конечно, тут в реестре домовой ростовое мало. Крайне мало. Памятник очень сложный. И тут мощность грунтов в порядке, в культурном слой в порядке 7 метров. История. Каждый слой. Это требует огромных противоволожений. Но на самом деле, к сожалению, институт археологии не самая богатая организация. И бюджеты большие. И вот благо в прошлом году, в частности, благодаря нашим, общем, знакомым и друзьям, спонсорам, мы провели своими силами, не привлекая институт археологии с точки зрения финансов, провели экспедицию в дальнем углу крепости, обнаружили дальний угол античной застройки улицы Катиры. И могу сказать, что это, конечно, 130 квадратных метров, но не дешевый угол. Сколько такого угол, ты говоришь, с аргиста? Хорошая экспедиция с, грубо говоря, двухмесячным запасом прочности, если в ней присутствует постоянно 30 человек, питаются, живут здесь, в городе, это в пределах 6 тысяч долларов. Это не считается много, может быть, для кого-то, но иногда так бывает, что в самом институте этого нет. Очень важно потом эти ровкупы и дорогая часть их потом консервировать. Правильно это все обыскивается, потому что ставят стекло, и ставят это все дело за покортом, потому что потом его засыпать просто так нельзя. Если оно стоит под слоем, оно стоит под слоем. Если мы уже туда вникли, надо рассчитывать на то, что у нас будет список. Экспозиционные новые материалы. Мы получаем новые экспозиции. Потому что 6 тысяч на входе, а на выходе может быть и 60 и больше. В мировой практике все археологи, которые работают на территории предприятий коммерческого типа, типа заповедники и так далее, от Петра в Иордании до Булгара, в Татарстане, археологи всегда работают в связке с дирекцией. Эти финансируют раскопки, но в ответ просят найти нечто такое, что будет являться объектом экспозиции. Ну, это в идеале так делается. Будем надеяться, что иначе. Во всяком случае, сейчас уникальная сказка с учеными, с Академией науки. Михаил Ильич посоветовал, действительно, это хорошее видео. Пройдем два шага, если бы вы просим. На Ринскую улицу. Вот это уникальная башня, 1450-х годов постройки. Она достраивалась к Байзетам. Сам султан Байзет проезжал именно под этими воротами, под этими балками. Также решили многие другие велики товарищи. В частности, вы видите здесь по углам уникальные дубовые балки. Этим балкам порядка 580 лет. И смотрите, в них, ну, к сожалению, эти камеры и все это не должны быть, конечно, в таком виде. Но эти балки просаливались в специальном ростове. И в них гвоздь даже забить тяжело. Чтобы шашель не брал. Да, и шашель не брал, и очень плотно. Делаем аккуратно. Даже за это, что эти балки везут. Это называется, как называемая, если я это еще правильно знал, это правильно быть перибул. Это линия обороны между рвом и, собственно, выперсными стенами. И ров действительно один из самых глубоких среди известных мне примеров и в Европе, и так далее. Его глубина порядка 13 метров, 12,710 метров. И он же был каменоломный. Он соединялся с лиманом. Сейчас он полузасыпан. То есть, таким образом, крепость превращалась в остров. И взять ее было практически невозможно, даже если они разрушили стены. Потому что преодолеть этот ров было невозможно. Была серия подземных тайных ходов. В частности, вот в этой башне, к которой мы подходим. Через нее можно выйти в ров. И нам известно, что во время осады защитники отволакивали землю, когда турки пытались его засыпать. В 90-е годы крепость находилась в очень плачевном состоянии. Здесь был открыт доступ, и грабители бомбили ее, как хотели. Вот, собственно, мы сюда и пришли. И вот один из таких шурфов был забит на этом месте. Они нашли нечто странное. Что-то потом привлекло археологов. И, в общем-то, раскоп был расширен. Этому раскопу 11 лет. Для того времени он сотрясся достаточно неплохо, и его надо брать под экспозицию. В то время, когда его оставили здесь в управлении охраны памятников, то планировали сделать купол. Но, возможно, придется как-то иначе. Это центральная улица Тиры. Она вела от ворот, которые, значит, вот мы видели, зашли через них к храму. Храм, собственно, мы видели так же с той стороны. Эта улица по тем временам магистральная. Ее 2,60... 3,60 здесь ширина. И вы видите один переулок. Вот видите, который... Он даже маркирован водосливным этим отверстием. Вот он вел к тому дому, которому я вам написал. То есть это следующий квартал. Здесь вот Г-образная система такая, вот плиты перекрыты, грамотно сделана. Тоже вот улица, это вторая, перпендикуляр шел. И под ней находилась система водоотлива. И вот эта центральная, как говорится, водоотливная канализация, вот она, собственно, соединялась. Здесь был найден золотой перстень, очень дорогой, с геммой. Здесь были найдены предметы египетского импорта. То есть люди теряли в этих канализациях такие вещи, ну, откуда ты не достанешь, скажем так, уже, как и сегодня, собственно. Поэтому этот раскоп привлек огромное внимание археологов. Это период римский, как вы знаете. То есть это где-то примерно первые века до первых века нашей эры. Эту кладку, по идее, надо крепить, брать на раствор. Эту плиту она выпала. Возвращать вот сюда, вот на торец, на свое место. И да, здесь закрепить стенами, закрепить, в общем-то, дополнительный объект, людей, может быть, даже через ступеньки, я не знаю, спускать вниз, экскурс-паратистам, где... Там подниматься. Там подниматься. Воду отсюда, конечно, что-то... Да, да. А то, что находят здесь, оно есть в этой полиции? Здесь нет, оно все сдается в институт археологии, оно находится... В этой полиции, если... Дело в том, что я вам так скажу откровенно. По закону, ты должен сдавать материалы, конечно же, в местный краеведческий музей. Если это Белгород, то это Белгород. Если у человека, как директор экспедиции, плохие отношения, он не очень склонен. Наша предыдущая экспедиция отвозила в Одессу. Нынешнее начальство новое, вот мой коллега и приятель, Олег Савельев, сдается сюда. А здесь на территории мы организовать не можем? Можем организовать, но тогда это должно звучать как филиал в краеведческом музее, потому что это лицензионная деятельность. Или прописать в уставе, чтобы здесь был отдельный музей крепости, тогда должен быть по штату смотреть, и тогда было бы вообще идеально. Так это же не надо делать. Получается, да, здесь находят какие-то экспонаты, где-то их находят. Передают филиппы, да, вот это самое, здесь люди приходят, что с нами. Тем более, что у нас не только в этой инфермиции мы с шелковым парнем. Персень. Ну, персень вряди нам. Да, мы, да. Позволили. Но керамики много. Если мы планируем там дальше заниматься куполами и дальше это все делать, то логично ли сделать экспозицию? Это было бы очень логично. А что нужно от нас? Нужно прописать это в уставе сейчас. Это собственник областейства. Организовать соответствующий сектор. То есть, во-первых, должен быть мониторсельский отдел. Все, что мы сейчас... Мы с этим планируем, в принципе, планируем, да? Да, потому что должен быть четкий мониторинг всего, помимо коммерческой эксплуатации. А второе, наверное, при этом отделе или отдельно надо придумать сектор, который будет называться просто музей. И мы все-таки делаем. А мы уже расходим здесь? Ну, в чем мы сейчас? Да, прям в чем есть? У нас, если честно, у нас 10 башек, в том числе вот этого мы снимаем, которые просто не используются. Крыши навести, да и... Что-то превращать. Еще один музей, да. Там и два и три этажа есть. У нас 90% площади территории на данный момент не экспонируется в крепости. То есть, то, что мы с вами даже сейчас смотрим, это уже неофициальный маршрут. Почему мы это не делаем? По разным причинам, которые здесь обсуждать долго. Но в целом мы планируем сделать больших экскурсий. Абсолютно. 10 огромных, больших, разных маршрутов, разные деньги. То есть, в принципе, мы век должны территория грузовича до 2050 года. Да. Я поеду вас, как я делаю, Культуарч. Ага. Ведящее. Да? Да. Да. Позвольте. Мы... Если воля, то есть панаты, которые здесь, где-то кровечка надеялись. Городском кровечке. Нет, мы сами, да, мы похожем. Мы сами копаем. У нас только за этот сезон было обновлено, порядка, действительно, в целом, красных сосудов и неотичных... У нас, например, китайские парфоровые холянцевые фиалы. Ну, это вообще уникальные вещи. Вот сейчас у меня накапливает кто-то стоит. И мы, по идее, должны это сдать куда-то. Если, кстати, мы этим летом уже сдадим, это, например, в эту... Ну, и что? У нас кумар был найден. По сути, звонил прямо в отход. Мы нашли впервые за все годы исследования этого памятника, впервые нашли бумажный предмет в 300-летней давности. Что это такое? Это вообще уникальная находка. Человек... Тумар — это талисман, который носят мусульмане на шее с каким-то заговором или с этими делами. И девочка поднимает предмет и говорит, что это? И там один, значит, супервайзер, мол, выбрось ерунда. Она подносит ко мне. А это в бронзовом окладе, завернутый треугольником, вот этот вот тумар из очень плотной бумаги и имеет где-то с ним в последовом стаде так как тумар. Ну что ж, рождаем сейчас выдох. Будут какие-то комментарии. Благодарю. 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 Тогда все максимум, все, что было, все перемещалось в кровеческих людей. Такая вот эта методика, которая на сегодняшний день продолжается. Здесь, где было в кровеческих кровеческих, то есть, если я думаю, что здесь можно наполнить армию. Да, разгрузить, конечно. Но я просто озвучиваю, что это можно сделать. По сигнализации, это не так, что я пробуду. Вот, там, с той стороны. Я думаю, Михаил Владимирович, я думаю, мы с городскими властями договоримся. Ну, появилась такая идея, мысли сделать экспозицию такую полноценную на территории музея, крепости. Это очень правильная идея, давняя. Договоримся с кровеческим музеем, те экспонаты, которые здесь были найдены, передали сюда, здесь сделать полноценный музей. Здесь, с прошлого года экспедиция, вот там дальше, раскоп, там даже с нее... Сделать инвентаризацию в кровеческом музее, посмотреть, что там реально находится. Это будет одна из лазеек перекрыть в свое время, вы знаете, о чем я говорю. Это и на будущее, я имею в виду, в дальнейшие какие-то... Даже когда, вот, приезжаешь в Киев, и говоришь, в институте археологии, или в каких-то, ну, уважаемых, скажем, институциях, начинаешь говорить, что тут КП, тут нет музея. У нас смотрят, что вы какие-то из Одессы приехали, которые, вот, ларечные и так далее. Тут нужно что-то на совсем другого уровня создавать и даже... Ну, что я так смотрю, что он превращается потихонечку в рынок городской. Это тоже будет отдельный вопрос, и новый директор, я думаю, сделает, ну, скажем так, немножко систематизирует. Да, ну, что хочется сказать, пожелать новому руководству удачи, успехов, всех начинаний, воплотить в жизнь то, что мы с вами проговорили. Ну, максимально быстро можем этот устав изменить, добавить вам в музей, думаю, что мы коллеги все поддержим. Да, Сан-Сан? Да, да. Поэтому... Будем очень благодарны. Добрый путь. Спасибо. Спасибо вам большое. Удачи, Таня. Будем стараться. Тогда спасибо за экскурсию. Спасибо огромное. Ну, поехали. Николай, ты с нами, или? Нет, я еще буду. Мы хотели вам сделать маленький презент, потому что есть... Презент, пожалуйста. Да, хорошо. Дело в том, что... Чуть-чуть, пять. Может быть, пять минут подожди? Давайте зайдем. Давайте зайдем. Давайте здесь, 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 здесь презент. Так, друзья, дальше, я так понимаю, неофициальная программа. На этом у меня пока все. Так, друзья, это была крепость. Переставляли новую веку на крепости. И приезжала рука в господь. Саша, пока все. Да, еще виднешь.